здарова народ с вами варчик в этом видео снова расскажу вам свежие новости мира канистр в прошлом видео пока я записывал новость пока я монтировал загружал видос в youtube и вк-видео новость про царство теней дополнилась и там добавили еще один танк в аренду кировец 1 также еще добавилась акция выставка достижений с 29 сентября трехчасовой маска по 2 октября тоже три часа и маска будет работать выставка достижений франция чехословакия швеция италия эта акция где будут скидки на технику исследуемую коллекционную премиумную также на экипаж нулевым боевым братством и еще продают учебные пособия больше акций в мире акций также еще три раза будут запускать режим аркада в одном из прошлых видео я уже рассказывал когда это все будет но повторю с 29 сентября по 1 октября это первый запуск 6 октября по 8 октября второй запуск ну и третий запуск с 13 октября по 15 октября ну а теперь поговорим про общий тест патч 1 22.1 темные сказки он доступен до 3 октября и здесь уже больше информации про патч 1 22.1 что нас ждет в этом замечательном патче царство теней в прошлом видео я же вам про него рассказал ранговые бои для девятых уровней линия фронта для седьмых уровней как филигранно в этом патче обошли восьмерки самый популярный уровень в игре изменение стоимости усовершенствованного оборудования и предбоевых инструкций про это тоже я вам уже рассказывал переработанный интерфейс экипажа и казармы тоже рассказано переработанный интерфейс оборудования заслуженная награда 2023 осенний ангар нифига себе где летний а зимний будет черные танки но думаю что 2023 году без черных танков вообще никуда теперь давайте про каждое изменение отдельно поговорим про царство теней понятно я уже рассказал а вот ранговые бои для девятого уровня про это тоже я говорил еще чуть ли не летом то ли на бусте я писал эту новость то ли в каком-то видео упоминал но об этом уже было известно очень давно и вот оно наконец свершилось показали нам на тесте ранговые бои для девятых уровней и так какие изменения с прошлыми ранами ну понятное дело девятки на девятом уровне мы еще ранги не катали также бои будут еще 7 на 7 и с продолжительностью 10 минут а такое мы где-то уже видели много раз уже очень сильно 7 на 7 режим понравился везде теперь его пихают ранговая карьера игрока состоит из квалификации и 3 дивизионов по 5 рангов в каждом прежде чем перейти к следующему нововведению нужно прочитать предисловие сыграйте в уже хорошо знакомом вам режиме но на технике девятого уровня и с новой системой распределения шевронов теперь пройти всю прогрессию до последнего ранга будет проще запоминаем слово проще и переходим к следующему нововведению ранговая карьера игрока состоит из квалификации и трех дивизионов по 5 рангов в каждом несгораемых рангов нет проще несгораемых рангов нет 1 плюс 1 7 да может быть там они маленькие эти ранги и проходятся за полтора боя но когда это было видано чтобы несгораемые ранги и были проще а вот в натиске у людей вроде наоборот горит что нету несгораемых рангов но это уже другая история ходить по тем же самым граблям это в нашем духе особенности начисления опыта на опыт начисляем из-за уничтожения техники применяется понижающий коэффициент он зависит от урона который вы нанесли за бой именно этой машине если вы что-то поняли позвоните мне то есть если вы подсосали фраг то вы получаете мало а если вы этого чела убивали прям весь бой то получаете больше опыта за прах а если вы чела убивали убивали но кто-то другой его добил сколько вы опыта получите писюлька интересное но непонятное раньше фраги очень сильно давали видимо теперь нужно будет просто рубиться набивать урон и на фраги не сильно обращать внимание но если есть возможность то конечно они не помешают я надеюсь в минус не пойдем же за прохождение квалификации три дня прем аккаунта за прохождение 15 рангов 480 тысяч серебра жменька инструкций фиолетовая компоновка и я так понимаю по три экспериментальные оборудки первого уровня хорошая то награда или нет пишите в комментариях все наверное зависит от того насколько легко эти ранги проходятся если очень легко то ладно если они проходятся сложно то нафиг надо конечно экспериментальную оборудку получить хочется но как-то все выглядит скудненько какой-то главной морковки за которые все хотят бежать я здесь не вижу есть что-то что могло бы заинтересовать но прям сильно напрягаться насчет этого не хочется ну и наверное они проходятся быстро что ли ранги как-то выглядят уж очень малюсенькими наверное поэтому туда даже некуда припихнуть несгораемые ранги потому что там все проходится за пять боев что ли линия фронта для седьмых уровней про это я уже говорил в одном из прошлых видео тут нужно смотреть во что она превратится стоимость бонного оборудования мы уже разобрали интерфейс экипажа и казарбы тоже заслуженно награды 2023 года и здесь уже можно посмотреть на сайте в зависимости от того сколько лет вы в игре какую награду вы получите даже если вы один год в игре вы получите 500 тысяч кредитов 3 дня прем аккаунта 5 резервов на опыт 5 резервов на опыт экипажа и свободку а вот если вы 10 лет в игре как я то пора уже походу в дурку один билетик также получите все танки за прошлые заслуженные награды интересно если их продать ты снова их опять получишь таким образом можно формануть серебро или нет эксперты в комментарии пожалуйста напишите новый танк vk 3601 h 2000 бон полтора миллиона кредитов 5 дней прем аккаунта 10 резервов на то и на это даже 5 резервов на кредиты 5 бланков на переобучение экипажа 2 универсальных учебных пособия медаль за выслугу лет 10 лет 2d стиль гексагонная броня с надписями за выслугу лет 10 лет что самое прикольное что после 5 лет и до 13 лет даже альфа тестер и бета тестер получает одинаковые награды а вот те у кого меньше 5 лет там награды все меньше и меньше также еще будет магазин заслуженная награда где можно будет потратить жетоны здесь очень много 2d стилей 3d стилей наборы с резервами на серебро наборы просто серебром да не прямо аккаунта также еще набор ворс . бон где будет 200 бон универсальные пособия и члены экипажа с нулевым братством также еще элементы кастомизации для каких-то событий еще показали пару элементов кастомизации в синергии с мечтой и сетка вещания я так понимаю сетка вещания это для века play life какая-то движуха намечается видимо также осенний ангар и этот ангар на различные праздники я видел уже сколько-то раз точно виду черные танки объект 274 ч м4 вайб видимо black бафор стерн вайб и чё это у нас черный рынок будет или зачем их черный цвет покрасили я думал эта тема уже заглохла 2019 году в черном рынке 14 лот был из 6 ч за 8000 золота и тут я вижу черные танки объект 274 а ч м4 вайб бафос трон вайн б то ли это шутка то ли прикол то ли возвращается черный рынок или отчета в этой игре не понимаю в общем и целом что нас ждет в патче 1.22.1 темные сказки события царства теней ранговые бои для девятого уровня линия фронта для седьмого уровня изменение стоимости инструкций и бонового оборудования переработанный интерфейс экипажа казармы и экспериментального оборудования заслуженная награда 2023 какие-то различные события с вк play life возможно осенний ангар и черные прям танки в общем и целом такие вот новости пишите свое мнение в комментариях сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока а Субтитры сделал DimaTorzok